Уважаемые коллеги, члены Совета Одессы, я очень признателен в множестве вас, как в раках, очень благодарен Совета. Состав нашей Совета Одесский Минус решите относить приказом вектора нашего министерства от 4 апреля текущего года, в Альминске 85. Внести изменился основу состава Совета. Следующий состав Совета выведен в октябре профессора кафедры мережем этой экономики в Украине показанному в сентябре в связи с правилами дистилета по основе сработки. Третим же приказом состава Совета по специальности общества в Украине ребенка Эйдар Мислау Айнады Синдеку Мушубайра по специальности общества в Украине доцент кафедры львы и статистики доказательного инстинкции в Украине и сентябре кафедры львы и статистики доказательного инстинкции кафедры львы и статистики. Из 9 членов Совета появящий месту на сегодняшний свидание по сути сентябре. 2 членов Совета профессор Кады-Поктунцева Марк и урангер-Капе Эджужанов отсутствует постоянного времени. Форум для проведения Совета имеется в разрешении Совета по специальности общественного государства и сфотографии считает открытым. В оповестке дня защита аксессуации на СССР на медицинском докторной философии оседренно-пасмуре на тему медико-социальные аспекты совершенствования организации вакцино-профилактики на уровне первичной институтной помощи. В сфотографии на базе кафедры общественного доктора и сфотографии государственного медицинского доктора семей научно-выкорректором является охвалка многолетнего Дмитрий Саханова кандидат Министерства наук по шифру 4233 общественного доктора и сфотографии директора медконсульт города Санельск-Казахстан научно-казахстан Угнара Миталовна Шокомбаева доктора ПИЖИ ассистентка экспериментуры по учебу врачей и врачики за твой образование гумо-города семей зоробежный консультант Андрей Мячеславович Гожевовский ПХД профессор старший советник национального института общества в Украине город Остон, Норвегия официальные диссиденты Жанна Матайна-Калматаева доктор медицинской наук прошу предпочтения сглава 33 общественного здоровья для Украины векам медицинского факультета Казахского национального института Миня Аль-Форадей город Оматы Андрей Андреевич Дубицкий кандидат Министерства Славов Пашибов 4.0.33 общественного здоровья для Украины ассоциативный профессор заведующий кафедрой общественного христианства номер 2 Министерства Астана город Остана консенсационная работа ощущается впервые для оглашения документ личного дела соискателя слово проследствия ученого-секретаря веке Совета кандидата Леснов в мае влечения город Оматы Роспорт Уважаемый председатель уважаемый член Дефект Дефектурного Совета Байкусинова Ассель жена Ахтасовна 1986 года рождения в 2010 году окончила Государственный медицинский университет города Семей по специальности медико-карфилактическое дело с 2010 по 2012 года обучалась в магистратуре по специальности М110-200 общественное здравоохранение при Государственном медицинском университете города Семей с 2012 по 2013 года работала специалистом по международному сотрудничеству научно-исследовательского центра ГМУ города Семей с 2013 по 2016 год она прошла обучение докторнаторией ПЕЖДИ по специальности 6 110 общественного здравоохранения при Государственном медицинском университете города Семей с 2016 по 2017 годы работала начальником научно-исследовательского отдела Государственного медицинского университета города Семей с 2017 года и по настоящее время работают старшим научным сотрудником объединенной учебно-научной лабораторией Государственного медицинского университета города Семей тема диссертационной работы научный руководитель и зарубежный научный консультант утверждены на заседании ученого совета Государственного медицинского университета города Семей протокол номер 2 от 8 октября 2013 года научный консультант утвержден на заседании учёного совета Государственного медицинского университета города Синих протокол номер 2 от 22 сентября 2015 года. По 7 диссертаций опубликовано 8 научных работ, в том числе 3 в научных изданиях, рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки ОМРК, а 1 в издании, диксированном в информационной базе «Скопы», а также в материалах отечественных и зарубежных научных конференций. В личном деле с рискателем имеются заявления на имя председателя диссертационного совета о приёме диссертации в публичной защите, личный листок по учёту кадров, копии дипломов о высшем и послевознавском образовании, характеристика, отзывы научного руководителя, отечественного и зарубежного научных консультантов. Положительное заключение межкафедрального совещания по проблемам общественного здравоохранения Государственного медицинского университета города Синих протокол номер 3 от 21 февраля 2018 года. Подписано председателем, децентом Самаровой, Меджанской Паргалевной, в котором диссертация рекомендована в публичной защите. В Национальном центре Государственной научно-технической экспертизы был проведён сравнительно сопоставительный анализ диссертации докторантов. В результате анализа совпадений не обнаружено. Таким образом, в личном деле Байгусина в России Женатасовна имеются все необходимые документы, которые отвечают требуемым, установленным правилами присуждения учёности комитета по контролю в сфере образования и науки МОД РКРА. Благодарю за внимание. Спасибо. Есть вопросы по личным делам происхождения? Если нет, идём дальше. Для задолжения о основном положении ситуации, сколько стреляется Ассирия Абасовна? Позвольте мне, я сходу. Здравствуйте, уважаемые председатели, члены диссертационного совета и гости сегодняшнего обседания. Позвольте представить вашему вниманию диссертационную работу на тему медико-социальный аспекта организации вакцинопрофилактики на уровне первичной медико-санитарной помощи. Актуальность на тему нашего исследования продиктована тенденция к увеличению уровня отказов от вакцинации по всей республике Казахстан за последние годы. Несмотря на то, что вакцины являются наиболее успешной и экономически эффективной мерой общественного здравоохранения, в последние годы во всем мире идёт тенденция к увеличению случаев отказов от вакцинации по университетским показаниям. Цель нашего исследования – на основании изучения медико-социальных аспектов организации вакцинопрофилактики на уровне первичного звена медико-санитарной помощи разработать оптимальный алгоритм мероприятий по её усовершенствованию. Нам были сформулированы четыре задачи. Первая задача – изучить динамику заболеваемости детей вакциноуправляемыми инфекциями в Республике Казахстан за период 2008 по 2017 годы и проанализировать программу по профилактике вакциноуправляемых инфекций в соответствии с индикаторами ВОН. Вторая задача – изучить отношения вакцинации и выявить основные факторы риска отказа от вакцинации в регионах с высоким, средним и низким риском отказа от вакцинации. Провести анализ источников информации о вакцинации и доверие к этим источникам в регионах с высоким, средним и низким риском отказа от вакцинации. Разработать и апробировать оптимальный алгоритм организационных и санитарных посетительных мероприятий для совершенствования вакцино-профилактики на уровне ПМСБ. Научная новизна нашей работы. Проанализирована динамика заболеваемости и программа профилактики вакциноуправляемыми инфекциями в соответствии с индикаторами ВОЗ. Изучена динамика отказов от вакцинации в Республике Казахстан в развитии ее областей. Установлены основные факторы риска отказа от вакцинации и отношения вакцинации в регионах с высоким, средним и низким уровнем отказа. Выявлены основные источники информации о вакцинации, которыми пользуются родители детей при принятии информированного решения о вакцинации. Практическая значимость. Разработаны и внедрены брошюры о борьбе с основными вакциноуправляемыми инфекционными заболеваниями в учреждениях ПМСБ города Семьи. Разработан и апробирован алгоритм организационных и санитарных посетительных мероприятий по усовершенствованию вакцино-профилактике на уровне первичной медико-санитарной помощи, который позволил перевезти с родителей отказавшихся или сомневавшихся в вакцинации детей в 43,7% случаев. Положение выносимой на защиту. Анализ программ по профилактике вакциноуправляемых инфекций в соответствии с рекомендацией МИОС показал проблемные участки в организации вакцино-профилактики в Казахстане. Медико-социальные факторы и информированность населения оказывают влияние на отказ от вакцинации и приверженность к вакцино-профилактике. Разработанный алгоритм организационных и санитарно-посетительных мероприятий по усовершенствованию вакцино-профилактики на уровне первичной медико-санитарной помощи позволяет эффективно предотвращать подказ от вакцинации детей. Материалы и методы исследования. Дизайн нашего исследования был одномоментно поперечным исследованием. Нами были проанкетированы дети в возрасте, родители детей в возрасте 2-3 лет, проживавшие в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Активинских областях. Всего было проанкетировано 3022 компонента, из них отказались от вакцинации 351. Что составляет 11,6%. На данном слайде представлено распределение респондентов в разрезе региона проживания. В Активинской области было проанкетировано 1028 респондентов, в Карагандинской области 779 и в Восточно-Казахстанской области 1215 человек. На данном слайде показано, мы изучали заболеваемость в основном проявляемыми инфекциями и если вы заметите, то в 2014 и в 2015 годах наблюдалась вспышка кори, краснохи и кокляши у детей. На данном слайде показан один из показателей оценки программ профилактики вакцино-управляемых инфекциях в Советской Синдии с рекомендациями ВОЗ. Казахстан отличен синим цветом. Необходимо отметить, что разрыв между получившими первую дозу и третью дозу вакцина КДС в Казахстане в 2016 году составляет 10%. Резкое снижение показателя охвата вакцинации тремя дозами КДС было связано с пропуском второй и третьей дозы. Однако, следует отметить, что хотя Казахстан не достигает целей, установленной для стран европейского региона, но все же достигает целей, установленной глобальным планом действий в отношении вакцин для всех стран мира, которые допускают охват вакцинации 80%. На данном слайде представлены зарегистрированные ВОЗ в переводе проведения вакцинации в Казахстане. Как следует представить, что Казахстан является страной, испытывающей наибольшую всего трудности с проведением вакцинации по причине искащения от опасных вакцин в сравнении с другими странами региона и России. Так, единственные виды вакцин, с поставкой которых у Казахстана не было проблем в течение 5 лет, это ВЦЖ и вакцина против кориепаратита и космоса. Наибольшее число трудностей у Казахстана возникло с проведением вакцинации против кориепарата. При этом в 2015 году отмечались переводы в поставке оральной кориепаратитной вакцины, а в 2016 году инактивированные кориепаратитные вакцины. Очевидно, что снижение охвата вакцинации, которое отмечалось в Казахстане в 2016 году, было напрямую связано с истощением запасов вакцин против этих заболеваний. Из всех стран региона, Таджикистан и Туркменистан, были единственными странами, которые не испытывали дефицита в поставке вакцин за последние 3 лет. Для предотвращения перевоев проведения вакцинации, Европейская Бюро ВОЗ рекомендует создание запасов вакцин как на национальном, так и на региональном уровнях. В таблице представлены сведения о наличии запасов вакцин в Казахстане. Анализ данных показывает, что вопреки рекомендациям ВОЗ, страны региона делают запасы вакцин преимущественных в тех случаях, когда сталкиваются с перевоемой их поставок. Ярким примером таких стран служит Казахстан, который создал пятимесячные запасы инфаренц-гекса в 2016 году, когда столкнулись с истощением геологазов, повлекшими за собой значительное снижение охвата вакцинации. Единственным исключением из этого правила служит Казахстан, который имеет запасы всех вакцин вне зависимости от наличия проблем с их поставкой. Из всех стран региона, только Туркенстан не создает запасы вакцин и не испытывает перебоя в проведении вакцинации. Казахстан является единственной страной региона, которая не выполнила ни один из дополнительных индикаторов ВОЗ по системе управления вакцинацией, что способствовало перебоям поставки вакцин, повлекшим за собой снижение охвата вакцинации в 2016 году. В то время, как Туркенстан и Таджикистан в полной мере выполнили все индикаторы, как у Таджикистан и Кыргызстан подгоничились только введением должности национального менеджера ЦП поставок вакцин. Поэтому эти данные были включены нами в рекомендации десертационной работы. В нами был проведен анализ случаев отказа вакцинации в разрезе регионов Казахстана за 2015-2016 годы с помощью метода спандартизации. На данном сайте представлены скорректированные показатели отказа от вакцинации. Как видно из диаграммы, наиболее высокий уровень отказа от вакцинации наблюдался в Актюбинской, Магистаусской, Североказахстанской области. Также можно отметить, что в Ахмолинской области наблюдалось увеличение случаев отказа от вакцинации почти в два раза. На данном сайте представлена социально-демократическая характеристика группы исследований. По данным нашего исследования, большинство опрошенных были казахской национальности со среднеспециальным образованием, состоящими в браке и со средним выставком в семье. На данном сайте представлены основные факторы, имеющие значительные различия в группах вакцинированных и отказавшихся от вакцинации. Для определения этих факторов было проведено определение значимости для каждой переменной с помощью щипа Дат-Пирсона. С значимыми переменами оказались практически все переменные, в зависимости от причинения пола, посещения детского сада, профессии матери и количества детей. Представлены результаты многомерного анализа влияния факторов на отказ от вакцинации. Согласно данным нашего исследования, у детей в возрасте 24 месяцев и старших шанс отказаться от вакцинации в 6,23 раз выше, чем у детей до года. У детей в возрасте 12-24 месяцев шанс отказаться от вакцинации в 1,75 раз выше, чем у детей в возрасте до года. У детей с весом при рождении от 2800 до 3700 грамм шанс отказаться от вакцинации в 1,86 раз выше, чем у детей с весом при рождении до 2800 грамм. У женщин со среднеспециальным и неоконченным высшим образованием шанс отказаться от вакцинации в 1,46 раз выше, чем у женщин с высшим образованием. В то же время у мужчин со среднеспециальным и неоконченным высшим образованием шанс отказаться от вакцинации в 1,96 раз выше, чем у мужчин с высшим образованием. У мужчин с начальным и средним образованием шанс отказаться от вакцинации в 2,52 раза выше, чем у мужчин с высшим образованием. У наиболее состоятельной прослойки населения шанс отказаться от вакцинации в 8,22 раза ниже, чем у тех, кто затруднился ответить на данный вопрос. Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что различия источников получения информации о вакцинации были статистически значимы в обеих группах. Можно предположить, что респонденты, отказавшиеся от вакцинации, предпочитают обращаться за дополнительной консультацией к частному врачу-педиатру, 72,1%, консультироваться у знакомых врачей, 43,9%, прислушиваются к мнению подруг, 40,2%, полагаются на телевизионные вещания, 45,3%, и склонны доверять информации из интернета, 53%. Однако, для представителей обоих групп, основным источником информации о вакцинации является поликлинический врач-педиатр. Как следует из таблицы, доверие источникам информации о вакцинации. Различия в доверии к таким источникам информации, как врачи альтернативной медицины, врачи-гонеопаты, знакомые, телевидение и интернет, не были статистически значимы между днями группами респондентов. Наибольшее доверие, как источник информации о вакцинации, вызывает врач-педиатр. Высокий уровень доверия к педиатру доказывает необходимость усиления парфиоптической работы относительно полезности вакцинации именно на уровне первичного звена КМСП. Прегрессионная модель была проведена методом исключения. Чем выше материальный доход, тем более вероятно родитель откажется от вакцинации. Чем больше родитель проводит в ожидании очереди, тем больше вероятность отказа от вакцинации. Осмотр врача влияет на согласие на проведение вакцинации. Дети, пропускающие прививки по болезни, имеют большую вероятность не поставить данную вакцину. Чем меньше удовлетворенность работы и прививочного кабинета, тем больше вероятность отказаться от вакцинации. Учитывая, что в целом личное мнение о необходимости профилактических прививок у жителей нашей страны, как и во всем мире, складывается главным образом из СМИ, интернета, общительных дискуссий, одним из путей для повышения уровня охвата вакцинации можно считать формирование положительного отношения к этому процессу путем корректного проведения элитационной работы с населением. Функцию по созданию положительного отношения вакцинации может быть возложена на службу общественного здравоохранения, необходимое привлечение опытных маркетологов, компьютерных технологов и пиар-спекталистов для создания стратегической единственной политики в области иммунизации детского населения и создания благоприятного и позитивного отношения вакцинах на франции. Так, в интернет-пространстве следует заменить неразговорную информацию, не имеющую подтверждения. Доказанные данные намочно обоснованы, хорошо иллюстрированы и написаны доступны для широких слоев населения литературным языком материал или креативные видеоролики, имеющие высокую наглядную силу. Кроме того, акциональным является усиление разъяснительной работы не только с населением, но и с медицинскими работниками, в первую очередь с медицинскими сестрами первичного здравоохранения, акушерами, гинекологами и педиатрами. Заинтересованность Медицинского штата в проведении данного вопроса может быть подкреплена поощрением в виде определенных баллов к рейтингу ключевых показателей эффективности КПИ, что может отразиться на системе их пленирования. Основная роль в проведении профилактической работы с населением с использованием инновационных технологий отводится учреждениям общей врачебной практики. В связи с этим нами был разработан алгоритм проведения организационных мероприятий, направленных на уменьшение случаев отказа от вакцинации на уровне учреждений по МСП. Результаты нашего исследования демонстрируют, что большая часть отказа от прививок не имела оснований в виду отсутствия медицинских отводов от вакцинации детей и была связана в основном личным негативным отношением к данному вмешательству, а также религиозными убеждениями. Поэтому в предлагаемый алгоритм нами было предложено в причине штатного психолога, а также врача, осуществляющего работу по формированию здорового образа жизни, которые могут компетентно убедить родителей в необходимости и целесообразности проведения иммунизации детей. На данном слайде показывают основные методы работы с родителями из группы сомневавшихся. Были розданы информационные риски о вакциноуправляемых инфекциях, проводилась беседа с педиатром, беседа с врачом кабинета здорового ребенка и беседа с психологом. В целом, родителей, когда отказывающихся от вакцинации своих детей, можно условно разделить на две группы – группу противников вакцинации и группу сомневающихся, которые характеризуются отсутствием четко выраженного положительного или отрицательного отношения к вакцинации. Как показывают результаты одного недавнего систематического обзора, профилактическая работа может быть эффективной только в группе сомневающихся, в которой можно отнести до 30% населения. В то же время, профилактическая работа крайне затруднительна в группе противников вакцинации, в которых подчас невозможны. Для достоверного подтверждения факта посещения психолога и врача ДОЖ нами предлагается включение в добровольный информированный согласие или отказ на проведение профпрививок подписи психолога и врача ДОЖ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По каким критериям? Первый вопрос. И второй... Доля методвода от общего количества отказов от вакцинации. Цельные средства... Цель вакцинации. И третья... Доля лиц, от числа отказавшихся, которые консультировались с родителями ранее оказавшихся вакцинации, с курсом инцидентом, теми лицами, которые им посоветовали оказаться вакцинации? Сергей Пельмахамович, большое спасибо за вопросы. На первый вопрос. Для изучения были включены три региона. Основным фактором включения этих регионов нами были полученные данные по отказам от вакцинации. В соответствии с этими данными мы определили, что в Актюбинской области было наибольшее количество отказов от вакцинации. В Карагогинской области был средний уровень оказавшихся вакцинации, и в Восточно-Казахстанской области была более низким уровнем оказавшихся вакцинации. Поэтому мы решили провести анкетирование в этих трех регионах, чтобы более масштабно отразить, ну, чтобы усилить нашу дозу работу. По поводу второго вопроса. Доля медотвода. К сожалению, в нашей институционной работе данный вопрос мы не изучали. И по поводу третьего вопроса. Доля лиц от числа отказавшихся, которые ранее отказались. То есть к выборку при проведении оправданного алгоритма конечно же попали люди, которые ранее отказывались, так как с ними периодически проводятся практические беседы. Но сколько точно было человек, было на пить такого нечто не было ничего. И, 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 Вопрос к вам. Причины отказов ненедицинского характера. Первый вопрос. Что стояло на первом месте? Я изучала, что проблема отказов у нас стоит давно. А суды, поскольку деканство не лезни было. Я знаю, когда я изучала, у нас сейчас демиумы не лечилось. Когда я изучала, отказы было где-то в районах с воздухом в одной области, в ее области, до 150 года. Вот в одной области, в которой я сейчас не буду делать. Теперь у меня вопрос, что стояло на первом месте из ненедицинских отказов. И второй вопрос. Ваши рекомендации какие были? Я знаю, когда я изучала, из ненедицинских отказов было гениозного характера, с которыми очень сложно. Что-то было. Эти отказники так и оставались от президента, но, по-моему, и сейчас остаются. Каковы ваши рекомендации тем родителям, которые имеют ненедицинский характер отказов? Первое, что стояло на первом месте. Первое, второе, каковы ваши рекомендации? Уважаемая Геннадия Гебековна, большое спасибо за вопрос. Ответ на первый вопрос. При проведении анализа в случае подказа от констанции мы изучили, что все-таки по личным убеждениям превалируют над религиозным убеждением в связи с тем, что некоторые лица отказываются подтверждать религиозную направленность своего отказа, несмотря на то, что, например, по посленным признакам можно определить, что они все-таки более религиозные люди. Это, в частности, вот в связи с областями наблюдалось. Там, то есть, они не признают, что религиозные причины отказа. Они говорят о том, что это их личное убеждение. И они, ну, по данным, которые у них имеются, они приняли такое решение. По поводу второго отказа. Нами предложен алгоритм работы с сомневающимися родителями. То есть, сомневающиеся родители — это группа наиболее пластична для проведения таких работ в связи с тем, что они еще не приняли окончательного решения, не переубедить их легче. Но вот именно по религиозным убеждениям, они более относятся к группе... К группе ко второй, то есть, которая отказывает от вакцинации. С ними уже необходимо привлечение специалистов из области исламоведения для того, чтобы также в СМИ необходимо вести пропаганду и беседы с мамой о том, что необходимо проводить вакцинацию, что это не противоречит никаким нормам шага. А с таким материалом не работали? В свое время, 10 лет назад, 10 лет назад, мы выходили на эту материал, на всякую материалу. В общем-то, какая-то помощь была, а потом как-то она опять становилась. Потому что там уже не за это. На сегодня проблема у нас, в мире, воздействие огромное сроки. И у кражика очень много образоваться. Проблема правительства с нам. Большое спасибо за вопрос. К сожалению, с этими матками нам не удалось связаться. И мы работали на основном поединке. Спасибо. Уважаемая Асиджина Нарказовна, я хочу задать несколько вопросов. Первый вопрос. Вы говорите, что нужно на службу общественного правоохранения предположить в ходе по созданию положительного отношения к вакцинации и говорите о том, что необходимо усилить положительное отношение к вакцинации не только на уровне лечебно-профилактических вылечили с ними. А вы увеличили работу службы общественного правоохранения, в том числе средств формирования здоровья для разложения, то есть потом ставить положительное мнение о вакцинации как раз таки задают. С одной стороны, и чем вот разработанная вакцинация отличается от тех, которые существуют сейчас на службе в поликлиниках. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот в своей третьей задаче вы определили опять-таки провести анализ по источникам информации о вакцинации, доведение к этим источникам зависимости от, то есть по регионам с различными степенью или уровнем риска. Скажите, имеет ли вот этот различный уровень риска значение по отношению к вот этим вот доверию и источникам информации? То есть в зависимости от этого уровня каким-то образом эти вещи меняются, то есть то, что вы изучали источники информации и доверие к этим источникам, в зависимости от того, то есть какой уровень риска любви он существует, то есть то, что вы изучали. И еще один вопрос. Принимали ли вы личное участие в реализации вот этого алгоритма, который вы разработали, то есть непосредственно в беседе с родителями? Если принимали, то какие-то определенные новые методы используют для психологи в работе с детьми? То есть что-то новое внесли по вот этому алгоритму? С родителями, наверное, для детей, а с родителями? Спасибо. Спасибо. Уважаемая Наша Забековна, спасибо за ваши вопросы. На первый вопрос хотелось бы ответить, что брошюры разрабатываются с нами самостоятельно, то есть с использованием опыта и рекомендаций ВОЗ. А брошюры отличаются, наши брошюры отличаются от тех, которые имеются в поликлиниках более наглядными рисунками, также там более сжатая информация и там нет лишней информации. Затем, вот второй вопрос. При включении источников и доверия информации о вакцинации нами действительно было проведено статистическая обработка в разрезе областей. Но статистически значимых различий при анализе по областям и по отказам от вакцинации мы обнаружили там практически те же самые цифры выходят, и поэтому мы решили показать в нашей диссертационной работе именно по отказам от вакцинации, так как мы посчитали, что это будет более наглядно и более применительно к диссертской области. То есть зависимости от уровня риска? В зависимости от региона проживания? Нет. Ну, я так понимаю, вы же эти регионы выбрали из уровня риска? Из уровня отказа от вакцинации. То есть в регионах с высоким риском отказа от вакцинации там большее количество населения отказывается от вакцинации. То есть там скопление отказников больше. Поэтому, соответственно, в этих регионах нужно профилактическую работу вести более интенсивно в связи с тем, что там больше офар населения, которые подвержены отказом. Ну, хорошо. И третье вопрос по поводу психолога. По поводу психолога? Ваш участие, вопрос? Я лично участвовала при проведении профилактических бесед, но, к сожалению, на абсолютно всех профилактических беседах у меня не получилось, потому что профилактические беседы проводились в праздное время. Поэтому при проведении профилактических бесед мы Мы применяли различные методики с психологом, то есть мы выбирали имеющиеся методики, дополняли их своими рекомендациями, своими мыслями. Затем мы надеемся, что в результате проведенного нами с психологом работы при проведении апробации, то есть путем против ошибок, мы создадим унифицированный алгоритм работы именно с этими детьми, потому что он до сих пор пока именно для психологов не разработан. Поэтому мы надеемся, что у нас в дальнейшем к этому выводится будет. Тебе что-то еще дополнительно подготовить, да, к этому материалу, который можно будет? Да, конечно, после здоровья. Да, потому что мы провели работу, по длительности она заняла не сильно большое количество времени, поэтому у нас охват для апробации методик был недостаточен. Поэтому для того, чтобы более обширно это провести, то нужно дополнительно проводить, применять разные методики, то есть и путем против ошибок мы хотели бы в дальнейшем унифицировать методики проработки данных именно с этими. Спасибо. Уважаемая Анастасия Николаевна, Вы готовы? Да. Спасибо. Уважаемый члены, совет у Вас социалистов университета, как известно, схоживаются. Спасибо. Я не чекаю диссертацию социалистов, но для меня тоже немаловажно. Я хотел у диссертанцев тоже поводительность спросить. Ну, судя по задачам, первые три задачи, это сводится тому, чтобы определить четвертую задачу, да, решить. Вам не создано алгоритм. Первый вопрос. Вы изучали специфические методики, чувствительные стабилизации? Насколько они чувствительные и специфические стабилизации? Потому что попадаются к первой стабилизации, как извините, не надо. Второй вопрос. Не рекламен, все-таки, сидит у Вас на антибиоте, только по той конструкции, которая попалась. И избирайте для подробностей. Третий вопрос. Не рекламен, не рекламен, не рекламен, не рекламен. Суть любого и диссертного работы, наверное, это непосредственно для решения птических задач. Выпущены ли они, не рекламен, не как педиатру, участковому, что вы уже делаете? Суть любого. Результаты Вашей диссертации, которые работают в диссертанцев, и последний вопрос. Задачи у Вас четыре. Вы увидели? Четыре. Четыре. Да. По каждой задаче получается метод и дубль. Качественные подзывания. То есть, вы сказали, что это не надо. Уважаемый Пирсен Турсенханович, спасибо за Ваши вопросы. По первому вопросу, специфичность и чувствительность алгоритма. К нами была проведена апробация алгоритма, специфичность и чувствительность. Мы провели, но мы не отразили ее диссертационной работе, в связи с тем, что было недостаточное количество времени. Мы не включили это диссертационная работа. По поводу второго вопроса. Есть ли индивидуальная собственность? Мы планируем алгоритм оформить в виде авторского свидетельства. Также по поводу методических рекомендаций. К сожалению, методические рекомендации мы не допустили. Но мы планируем по результатам завершения работ с психологом выпустить методическую рекомендацию, так как там будут уже практические рекомендации по работе данного консультента населения. По поводу четвертого вопроса. Наши выводы совпадают с нашими задачами. В принципе, вы можете посмотреть на сайте, они повторяются и отвечают на поставленные задачи. Спасибо. Уважаемый Захар, вы приходите. Я не совсем не приходю, но я сейчас. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Уважаемый Васильев, пожалуйста, скажите, пожалуйста, какой процент отказов от вакцинации, от общего числа подлежащих детей вакцинации вы обнаружили, да, процент отказов? И по сравнению с мировыми данными, насколько этот процент отличается от мировых показателей? Это первый вопрос. Процент отказов в республике Казахстан или в ваших видео изучениях, насколько они отличаются от мировых показателей? Второй вопрос. Какова заболеваемость вакцин, управляемыми инфекциями, у них и видов детей? Третий вопрос. Влияет ли этот процент отказов от вакцинации на общую заболеваемость вакцин, управляемыми инфекциями? Влияет ли процент отказов от вакцинации на общую заболеваемость вакцин, управляемыми инфекциями? И еще один вопрос. Какова же все-таки удовлетворенность населения работает в прививочных кабинетах? Потому что один из проводили анализ, что влияет мнение населения, идет удовлетворенность населения, работа в прививочных кабинетах. Какова она? Спасибо за вопрос. Но при этом охват вакцинации по данным глобального фонда допускается до 80%. То есть 20% допускается максимальное количество охвата вакцинации. То есть это допустимая норма, да? Вот один из процентов. И еще по регионам, раз вы четко выделили три региона, вот процент отказов. Есть у вас такие даты? Да, у нас есть адреса. Вот сейчас я вам расскажу по поводу отказов от инфекции. В процентах? Да, в процентах. В скобках процентах. Ну, вы можете отлучить. В Акцилинской области 21,4%. В Караганзинской области 9,4%. В Акцилинской области 9,4%. В Акцилинской области 4,8%. Так, по поводу второго вопроса. Заболеваемость в основном управляемыми инфекциями, это не пилит от детей. Так, нами была заболеваемость именно отказавшихся от вакцинации. Мы, к сожалению, не отличили задачу нашего исследования. То есть мы провели изучение отношений вакцинации, точники получения информации вакцинации и достоверность источников получения информации вакцинации. И это заболеваемость не учили. Заболеваемость не учили. Затем влияет ли процент отказа от вакцинации на усиливаемость детских и детей. То есть действительно отказы от вакцинации влияют в плане при увеличении количества отказов от вакцинации. То есть как с тысячелетиями вакцинации именно по тем инфекциях, по которым обреталось большее количество отказов от вакцинации. И удовлетворенность работает при увеличении количества кабинетов. Когда мы нашли исследование, большинство респондентов все же удовлетворение работает при увеличении количества кабинетов. Несмотря на то, что у некоторых респондентов были некоторые пожелания, но в целом они удовлетворены. Продолжение следует... Одна из статистиков у вас была на презентации сравнение, ставка, перебои, то есть вакцин по странам, в том числе и по застанам. Это неприятная статистика, что у нас тут проводится очень важная работа и в основном приговоре. Один из выходов, то есть применена должность национального менеджера вакцинации, под выборами вакцинации, вакцинации, вакцинации и вакцинации. Такие неприятности движения делаются в этом направлении и какая может быть ваше значение, ваша работа, как вы будете собирать в дальнейшем ее подвигать, чтобы вы не сперебованы для поставки. Цена. Это первый вопрос. Второй вопрос. Не было этого ваших советов, но в работе есть. Может быть какие-то у вас личные есть знания. По отношению к вирусу определенному человеку, какая они при статистика, как ты с ней делаешь, что я делаю, как я делаю, как я делаю, как я делаю. 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 Уважаемые вы, сын Корзанна, спасибо за ваши вопросы. По первому вопросу, по поводу бесперебойных, делаются ли какие-то движения на должность макера. Пока в Казахстане принятых нормативных документов, я так думаю, что в правительстве это все разрабатывается. Наши рекомендации, конечно же, мы направим в Министерство правоохранения. То есть, также эти данные и ображения в полной видеосредственной работе. Мы надеемся, что данные индикаторы заметят. И примут мероприятие для того, чтобы исправить данную ситуацию. По поводу второго вопроса, вирус попелом человека у девочек. При проведении бесперебойного обзора, она действительно была изучена и посмотрена по поводу вирус попелом человека. Это заболевание с вирусом попелом человека растет. Но именно от вируса попелом человека там тоже возникают некоторые проблемы с вакцинацией. В связи с тем, что не все родители считают, что их дети будут болезненцами заболевания. По работе Министерства, об внедрении вот этих разработанных алгоритмов, анкет. Второй вопрос. Одно из причин, как мы помним, снижение облата вакцинации является, что есть запас вакцин. В связи с этим вопросом, в какую степень вот эта проблема повлияла на показатели облата или облата вакцинации в изучаемых регионах? Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за Ваш вопрос. По первому вопросу. Нами было получено рассматриваться вакцинаторское предложение на нашу конфету по отношению к вакцинации в городе Симе. По второму вопросу, в связи с какой степенью повлияла охват вакцинации? Так, во время, то есть в наших слайдах прозначалось, что в 2015-2016 года, в первом степени перебоя с поставками вакцин, в 2016 году облеталось снижение охвата вакцинации в связи с отсутствием вакцин. Даже в СМИ сначала говорилось о том, что с системой с отсутствием вакцин в поликлиниках многие родители не могут своевременно поставить прибивки своим детям. И в соответствии с этим возникают возникновения вспышки данных, 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 данных. Продолжение следует... 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 По отказам процесса в 2017 году нам сказали, что пока результаты еще официальными нам не предоставили. В конце мая, в 2017 году, в 2018 году, в 2018 году. Все, да? С вылоками, Артема. Спасибо. Всего улока 20 вопросов вам достаточно, чтобы перебрать следующую этапу. Для оглашения улзовит мошен-прикослодисвестер кайнат-вистоу, ахморхонога-реконитвисхарна, красава-ракса-ракса-ракса-ракса. Спасибо. 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 который проработал над этой дезертацией. Работа дезертанта «Вида на лицо», актуальность не вызывает сомнений. В последнее время в СМИ и в телевидении очень лоббируются вопросы, такие вопросы как отказ от вакцинации, потому что население уже забыло все последствия, какие бывают при отказе от вакцинации. Эта работа по достоинству выявила все проблемы и наглядно, статистически показала, какие существуют способы и методы по улучшению по отказу от вакцинации. Уважаемые председатели, уважаемые члены дезертантов «СМИ» прошу по достоинству оценить нашу работу. Спасибо вам большое за работу. Спасибо, Владимир Павловна. Для оглашения отзывов зарубежного дезертанта Андрея Мячеславовича Божевовского от Мусора ПИЗД. Слово связи с ученым секретарем кандидатского стола Майя Лентиня Крымкина. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, члены диссертационного совета, отзыв зарубежного научного дезертанта приложен к личному дезертанту «СМИ». Разрешите его огласить. Диссертационная работа Валерий Плюсинова и Сергея Макасова посвящена актуальному на сегодняшний день проблем организации вакцинации. Докторат обозначенной барьере доступа к получению вакцинации, источники информации и доверия к этим источникам, отношения родителей к вакцинации. Диссертационная работа Валерий Плюсинова был проведен анализ основных факторов риска отказа вакцинации, источников информации о вакцинации и доверия к этим источникам. Полученные в ходе исследования социальный портрет семьи с минимальным уровнем приверженности к вакцинации, а также факторы риска отказа вакцинации, позволяют выявить группы риска отказа вакцинации до оптимизации работы часов медицинских работников. На основе проведенного исследования были предложены пути улучшения организационных мероприятий по повышению информированности населения, об эффективности и безопасности вакцинации. Результаты работы публикованных периодических изданий в том числе журналах и виситовом базы структуры. Считаю, что диссертационная работа Валерий Плюсиновой является заключенным научно-исследовательским трудом, выполненным актором самостоятельно на научном уровне, которые по поставленной цели, задачам, объемам, методам исследования, научной новизны и практической значимости отвечают требованиям, предъявляемым диссертациям на исследование ученой степени доктора Филарского философии по специальности 6Д110-200 общественной взрослой компании. Дорогие донимы. Спасибо, Валерий Петровна. Есть вопросы к ученым секретарю? Вопросов нет, тогда какие ультодорицы по отношению и возрасту поступков? Если нет, после выполнения всего запрещения материалом личного взрослого соискателя, переходим к обсуждению данной работой. Слово поздравить сэрисанью лицензиату двумя местам профессору Жене Амутай-Никол-Матаевне для отношения возрастом на исследование. Здравствуйте. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые уважаемые диссертационные советы, уважаемые уважаемые диссертационные советы, позвольте сочетать лицензию на диссертационную работу и диссертационную связь с тем, что в виде социальных аспекта организации в СССР, нового и личных медико-санитарных помещений и присоставлено на исследование степени доктор-философии по специальности шлифт-рагмента в общественного хранения. Безусловно, вакцинация несла огромную вкладку в внешнюю диссертационную заболеванность от вакцины, управляемых заболеваний и на снижение времени заболевания. Актуальность тем исследований предполагает тем, что за последние годы, по данным европейского ДОВОГОС, европейский регион, куда отнесся Казахстан, стал свидетелем отрибокного вакуста числа вспышек и проблемных инфекций. В течение 2013 года у специалисты члены ВОЗ зарегистрировали в годы 31 тысячи случаев пуль и около 40 тысяч случаев краснухи. На данный момент свидетельствуют данные о том, что имеется постоянная угроза статуса региона свободного от полиомиелита. То есть в 17 из 13 стран регионов существует угроза распространения вируса полиомиелита в случае его запроса. Это по данным, как факт вопроса, если в случае активности анализации. Несмотря на высокий уровень охвата анализации, в европейской регионе большее группа населения остается незащищенным. Из 11 миллионов детей, рожденных в регионе, около 500 тысяч получили полный курс пульта вакцинации от дифтерии. В республике Казахстан охват профилактическими прививками за 2017 год составляет от 79% и выше. Но при этом количество отказов возросло от 9685 в 2016 году до 12673 случаев в 2017 году. Поэтому диссертационная работа в Альбусинове осень журнала отказа. Мы посвящаем изучение основных факторов отказа от вакцинации, отношения к вакцинации современных многих правилителей в Республике Казахстана и изучение вопросов эффективной организации вакцинации вакцинации на уровне приличной санитарной помощи. И в целом данные исследования несколькими временами актуальны спередиторными запросами фактического заводования. Степень обоснованности научных положений любит рекомендации с формулированными диссертациями. Следует отметить, что выдвинутые научные положения и результаты логично связаны между собой в общих рамках диссертационного исследования. Диссертации написаны авторами динамичной, содержатся в работе основного научных и результатов положения, имеют внутренние действия и свидетельствия о личных падениях. Диссертационная работа традиционно состоит из введения, обзоров, материалов, методов исследований глав собственных, исследований, заключения списка использованных источников. Истателем 96, имею в виду, содержит 5 каплиц, но с рисунков 5 динамичных. В главе введения характеризованных актуальность схемы обозначены цели создачи. Диссертационная работа обозначена научной новизной и внесла основные положения диссертации. В обзоре литературы проведен литературный поиск исследований по генеологической ситуации и распространенности в вакциноуправляемых комплектов в мире, по уровню отказа от вакцинации и барьеров получения вакцинации. На характеристике политики государств по организации профилактических приемов в календарях разных стран, в числе и Республики Казахстан, проведено описание регистра вакцинации в разных странах. Приемзовы данных используют базы данных, доказательные медицины, фабмэр, аккредитные лагерные, губы, аккадемы вакцинации, пилот-литпс, ресурш-кейс. Все это следите за достаточно хорошим уровнем проведенного литературного поиска и освещения изучаемых проблем сразу с того. Вторая глава посвящена материалам метода наследования автора для подробной описания и дизайна наследования примененных методов и статистической проводки издательных исследований. Третья глава диссертационной работа посвящена изучению заболеваемости вакциноуправляемой инфекцией, когда по их профилактике в соответствии с индикаторами ВОЗ, проанализировано абсолютно нестандартированное назначение отказа от вакцинации детей за два года в Республике Казахстан. Изучено мнение родителей вакцино-профилактики источников получения информации о вакцинации. В четвертой главе посвящена отработанная и опробированная алгоритм организационного центра посвященных мероприятий по снижению показателя отказа от вакцинации на уровне Казахстана в мире и городе семьи. При написании работы используются материально-официальные статистики Республики Казахстан 2008 года. Данные агентства по статистике Казахстана допадают в положение детей Республики Казахстан, допадают в положение детей в Восточной Казахстанской области, отчетности детского фонда и ВОЗ. Исследования вошли в 1215 республиках, проживающих в Восточной Казахстанской области, 779 республиках, проживающих в Активнической области и 1280 кадетов, проживающих в Активнической области. При статистике с подработки данных используются программы ДТП, программа СКСС. 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 Все результаты статистически обработаны, осуществлены в анализе и обобщение результатов работы, сформулированы в новой диссертации. Результаты исследования, полученные при выполнении научной работы, представлены в первую очередь. Исследуют или, что следует из анализа литературы, пройденные с диссертантов и содержат из чек общей информации по исследовательной теме работы. Закрылые дни в детстве полученных результатов. Диссертационная работа характеризуется внутренним единством и является логически совершенной научным трудом. Тема выбрана на автоматическом времени, актуальна. Поставленная задача, позволяющая достичь цели, личного исправления и полученные результаты предшествующих задач, является основой для последующих задач. В выводе соответствует целям задачи, практические рекомендации закономерно вытекают из содержания работы и реального выполнения периодов на уровне комиссии. Подтверждение достаточно полной публикации основных положений. Результаты выводов и заключения диссертаций. А публикованная работа отражает основное содержание диссертаций. Основные положения результаты достаточно полной освещены по семи печатных работ. Недостатки по содержанию подменной диссертаций. В ходе лицензирования настоящей диссертации возникли следующие замечания. Глометрия 1. Динамика заболеваемости вакциноуправляемых инфекций предоставлена только по полимелитру корикосмехикопруш и гифтерии. По остальным инфекциям нет данных. Хотя анализ программы по профилактике вакциноуправляемых инфекций Республики Казахстан проведен среди большего числа инфекций. Возможно, надо было дать объяснение таковым выбором. В методологии нет описания расчета прямого метода стандартизации. При решении второй задачи автор не приобрел дифференциацию основных факторов риска отказа в зависимости от регионов. Описание идет относительно общей выборки из трех регионов. Желательно увеличить наглядный материал, диаграммы, схемы, имеется ряд описаний, имеющих книг, как в описании. Список использования в литературе и в приложении не должны входить в листах и диссертационные работы. Необходимо дополнить на тот момент, на момент рецензированной работы с цирками на собственные публикации. Имеется в небольшом количестве грамматических функционалов и пунктурационные ошибки. Вышевыказанные замечания не носят принципиального характера, не имеют отношения к методологии исследования, полученные результатом основных на других городах, не носимых на защиту положения. И в большей степени носят упоминательный характер. Заключение соответствует диссертации правил требования правил обсуждения ученостей в ней и возможности присуждения ученостей у доктора Философии без специальностей. Диссертационная работа у Бусиновой на тему медико-социальной специализации вакцинах профилактики на уровне первичной медико-санитарной помощи может быть охарактеризованной как завершено научные исследования, предоставляющие научно-фактическую ценность, отвечающие всем требованиям правиле обсуждения ученостей в ней, как и в целом Министерство образования на участие в Казахстане и автор заслуживает исконно степени доктора Философии по специальности общественного здравоохранения. Спасибо за внимание. И так, хотел бы добавить еще о том, что большой объем работы сделан. Только если посмотреть по выбору, это более 3000 респондентов. Анкета достаточно объемная. И вклад автора очевиден, что получить результаты и отработать 3000 анкет, еще 3 регионов. Это очень достаточно большой вклад, который соответствует объему требуемой диссертации на рассуждение доктора ПХД. Это первое. Второе, все-таки анализ по индикаторам ВОЗ, который проведен, еще был в литературном обзоре проведен обзор о сравнении нескольких стран. Это достаточно большая монетическая работа, которая соответствует степени доктора ПХД. И если, конечно, эта работа будет продолжена в плане совершенствования и уже доработки того самого алгоритма, который был проделан в городе Семей, она будет у них практическое значение. Что касательно алгоритма, это уже мое мнение, что данный алгоритм может быть, не может быть, иметь валидизацию, да, и применим в других странах, потому что алгоритм был создан на основании выявленных факторов. А эти факторы отказа, они характерны конкретно для Казахстана. И мы видим, что основные факторы — это идеологическая работа, это даже не столько не факторов вакцинации или организации службы, а именно идеологическая, то есть необходимо работать с сознанием населения. И тут автор делает акцент на работе именно беседы, в виде формы беседы и привлечения психологов и информационного материала. То есть вот этот алгоритм, скорее всего, подходит именно под наши факторы отказа. Но его нужно дальше совершенствовать, и если он имеет хорошую эффективность, в плане 47%, да, то нужно привлекать и распространять такое проживание. Спасибо. Спасибо, Бажанна Монтальевна, за глубокое занятие работы. Спасибо, Бажанна Монтальевна, и я хочу сказать, что это было после разочного музея. Спасибо, Бажанна Монтальевна, за проведенные и рефенсированные наши исследовательные работы по обозу первого класса. К нами были изучены восстановки инфекций с волнообразным течением в Казахстане, по которым регистрировались сышки инфекций. Второй причиной выбора данных инфекций было то, что они являлись основными задачами по иллюминации или по уменьшению заболеваемости вспышек инфекции в соответствии с рекомендацией него. По второму вопросу. Метод стандартизации — это общеизвестный метод расчета ожидаемых значений. Мы просчитали, что описание подробной методики расчета метода стандартизации взаимодополнительное место диссертационной работы, поэтому мы его исключили из описания метода в следующем году. Третий вопрос. С нами была проведена дифференциация основных факторов риска в зависимости от региона, но статистически значимых различий между результатами предъявления отказов от вакцинации и регионами не обнаружили, поэтому решили описать результаты относительно общей выборки из трех регионов в зависимости от отказов от вакцинации. По поводу вопроса по ссылке на собственные публикации, ссылки на собственные публикации имеются в списке литературы и диссертационной работы в полной мере. По поводу остальных вопросов хотелось бы благодарить вас за данные замечания. Мы учтем эти замечания в дальнейшем обучения. Простите, приветствую. Сказать спасибо. Тогда сегодня в прошлом приглашение для оглашения отзыва официального института фонд-соэс-кадемат Миспоу по центру Андрея Ильича Дубисова. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, уважаемый членец фонд-соэс-кадемат Миспоу Жанна Монтаяна так подробно остановилась на первых семи публикационных пунктах диссертации, что и поэтому вопросы на взгляды совпадают. Поэтому просил бы остановиться только на замечаниях и на заключениях. Уважаемый андреич, согласно вам приоритета, Жанна Владимирович, секунду. Актуальности в исследовании. В настоящее время увеличение случаев отказа вакцинации вызывает тревогу. Вакцинация дойдет к одной из наиболее экономически целесообразных профилактических мероприятий на современном этапе развития медицины. Во всем мире конферкции потенциально управляемых методами ингума-каталактики ежегодно погибает около 12 миллионов. На протяжении последних десятилетий вакцинация привела к существенным изменениям в структуре инфекционной болезни, снижению показателей заболеваемости и смертности населению большинства государств. В рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 16-19 годы усиление профилактических мероприятий должно стать одним из основных направлений развития современной медицины. Диссертационная работа Байгусиновой посвящена организации вакцина-профилактике уровня ФМСП, поставленная автором цельной задачи диссертационной работы конкретно и отражает суть самодиссертанства. В целом, актуальность исследования продиктована запросами практического здравоохранения и направлена на проведение наиболее рациональной диссертации вакцинах и экономическом плане. Второе. Научные результаты в рамках требований диссертации. Диссертация написана автором единолично, содержит взвокопность новых научных результатов и положений, имеет внутреннее единство и свидетельство о личном плане науки. Диссертационная работа изложена на стадов с трех страницах и состоит изведения обзора материалов и методов исследований глав собственных исследований заключений списка использованных источников из стадии 106 номинований. Диссертация содержит 35 облик 17 рисунков и 5 приложений. В обведении характеризована актуальность темы, поставленные задачи реальне выполнены, диссертант обозначила научную новизну и вынесла основные положения диссертарства. Во взоре литературы дана современная характеристика эпидемиологии вакциноуправляемых инфекции страны и вакцинации вакцинации. Описана политика государства по организации профилактических период республики Казахстан, изменения в национальном календаре период в сравнении с другими странами. Описаны основные барьеры доступа к получению вакцинации, факторы обеспечения администрации. Вакцинация связана вакцинация вакцинации вакцинации в развитых странах. Все это свидетельствует о хорошей проработке мировой литературы по изучаемой правлении и ориентированности диссертарства во всех вопросах, связанных с изучаемой правлением. Вторая глава посвящена материалам и методам исследований при проведении исследований «Артодер» подробное описание проводимых местов. Третья глава посвящена изучению заболеваемости вакцины управляемыми инфекциями и программ по их проделательности в соответствии с индикаторами ВОЗ. Пронализированы отказы от вакцинации у всех регионов страны за два года, а также изучены отношения и факторы риска отказа от вакцинации в регионах с высоким, средним и низким уровнем отказов. В четвертой главе разработан алгоритм организационных и санитарно-посвятительских мероприятий по снижению показателей отказа от вакцинации на уровне КМСП на примере города Синьи. В заключении написано логично и в основном вытекает из содержания диссертации. Таким образом, хотелось бы отметить, что все главы диссертации логически связаны между собой и завершаются развернутым заключением, где отражена суть основной части настоящего научного исследования. Степень обоснованности и достоверности каждого результата. Цель выполненного исследования актуально, поставленные задачи последовательны, детализируют реализацию цели. Используемые методы исследования современные, научные положения ввода заключения диссертационной работы в АМСП являются вполне обоснованными и достоверными и соответствуют поставленным задачам. Степень новизны каждого лучшего результата. Научная новизна данной диссертационной работы характеризуется тем, что проанализирована динамика заболеваемости программы профилактики вакциноуправляемыми инфекциями в соответствии с индикаторами ВОЗ. Таким образом, работа содержит достаточную степень новизны, основных результатов и выводов, которые сформулированы в диссертации. Оценка внутреннего и единства полученных результатов. Внутреннее и единство диссертационной работы ВОЗ определяется целью и задачами исследования, использованием современных литературных источников, обоснованием выбора объектов и метода исследования, соответствием между поставленными задачами и полученными результатами, последовательностью их изложения, критической оценкой каждого результата, сопоставлением и обобщением. Практические рекомендации задуманно вытекают и содержание этой работы, направленных в полученных результатах на решение соответствующей актуальной проблемы. Научно-практическое значение диссертационной работы заключается в том, что разработаны и внедрены брошюры о борьбе с основными вакциноуправляемыми инфекциями, инфекционными заболеваниями в учреждениях ПМСК города Семей. Разработан и оправдирован алгоритм организационных сегментарно-посветительских мероприятий по усовершенствованию вакцино-профилактики, который позволил переубедить родителей, отказавшихся или сомневающихся в вакцинации детей в 43, почти в 44% случаев. С подтверждением достаточной полноты опубликованные работы отражают основное содержание диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы достаточно полно освещены восьми печатных работах. Недостатки по содержанию. Ну, хочу сказать, что диссертационная работа мне очень понравилась. Рецепт реальных замечаний у меня нет. И у меня есть возможность сравнить данную диссертационную работу за последние годы. Я не буду скатываться на густанами с диссертационными работами, которые идут по специальности общественного здравоохранения в других университетах, в том числе и нашим. И я могу сказать, что диссертационная работа семья на ступень может просто очень приятно читать и тем прочее цензировать. Ну и короткое замечание, рекомендация. Вначале диссертационную работу желательно указать обозначение теменов, которые используются в диссертации, а также в списке в таблице рисунка, более подробно обосновать материалы и методы количества выморки, желательно увеличить наглядный материал, расширить практические рекомендации, список, где расстроят необходимо оформить согласно общим приметам требований. При этом следует сказать, что вышеуказанное замечание не умаляет значимости полученных результатов и легко ускорение. Заключение. Диссертационная работа Байгусиновой, медико-социальные инспекторы организации акцинопроклатики на уровне ПМСП, представленная на соискании степени доктора философии по специальности общественное здравоохранение, является законченным самостоятельным научным трудом, в котором содержится решение актуальной задачи, имеющей существенное значение для общественного здравоохранения. Учитывая актуальность выполненных исследований, научную новизу и практическую значимость полученных результатов, считаю, что представленная диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемых диссертациям на соискании ученой степени доктора философии по специальности общественное здравоохранение, а докторант достоин присвоения к степени. Уважаемый Андрей Андреевич, большое спасибо за проведенное лицензирование нашей диссертационной работы. Все ваши замечания были частично учтены, то есть изменены, и остальную часть мы учтем при выполнении дальнейшей работы. Спасибо. А я буду делать это? Буду. Спасибо. Не работаю. Спасибо. Уважаемые члены Совета, к переходу к премию, кто бы хотелось бы перейти в качестве, нет остальных понятных. Продолжение следует. Здравствуйте, профессор. Сергей Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Диссертация боевых семровых семей, и костей танатасы, велико-социальных аспектов сообщественной организации текцина, профилактики, новой некую семью текцины, термоги помощи. Думаем, очень актуальна, как говорим на сегодняшний день, актуальность ее возрастает с каждым днем, попытка изучить ее выполнение текцины, ведомо миссии времена, от тех замечаний, которые были высказаны в виде выживания, они были предпочтены и диссертантами, и руководителями диссертационной работы. Второе. Полученные данные дополняли, мне кажется, информацию по важнейшим факторам отказа от вакцинации в Республике Казахстан, особенно тех миллионов, которые были указаны в диссертационной работе, и составлен, мне кажется, по ответ семьи родителей, тех, которые отказались от вакцинации своих детей. И это будет способствовать разработке региональных программ по привлечению, по полным привлечению всех детей к прививке. И, соответственно, это работа не только, наверное, для медицинских работников, и для других структур, влага управления каждым регионом, особенно тех, которые уже были указаны в тюрьме ребенка, которые были сказаны в диссертационной работе. Объем исследуемого материала достаточен для сформирования выводов и рекомендаций. Единственная рекомендация исследовала бы, мне кажется, более четко предлагать для внедрения анкету по какому-то уровню алгоритма, где они должны быть, и те предложения на дорожную карту Минздрава не указаны, к сожалению, но хотя, ну, по крайней мере, здесь не указывают, кто должен. Да, мне кажется, можно было указать более конкретно, это анкета для какого-то уровня, для привлечения в центре, в том числе, алгоритм для контроля, скажем, на уровне, по-моему, а дорожную карту, вот такие, возможно, есть, но я, по крайней мере, то, что мы не сказали. Ну, в целом, я поддерживаю, я думаю, работу перспективной и в дальнейшем, а не в будущем. Дальше изучать, летели, вложения, в рекомендации по какому-то и в партии. Спасибо. Спасибо, Сея Михайлович, за пожелания. Еще, пожалуйста. Куда взяли? Работа, конечно, очень актуальна. Я думаю, что она будет актуальна и внутри. Года придет еще и отказ. Отказники также будут. Все, когда я думаю, они были. Просто вот какой-то процент отказа будет и какой-то характер отказа будет. Вот это такой вопрос. Мы очень хорошо изучили, насколько это очень. И в том, что работа Асель Шанатасова, что-то научный, научный пункт, это не вызывает сомнения. Очень интересная работа. И единственное у меня вот здесь, но потом возле вопроса, но все-таки вот эта вот опробация алгоритма, причина в себе проведения картинарологической работы, скидывания родителей из группы сомневающихся. Мне кажется, эта цифра должна была быть немножечко выше, да? Не только в группе сомневающих, в числах разы, когда было, когда, 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 как раз, и метр, по поводу этого издевает. А так в целом, работа очень хорошая, полная работа. Достаточно изучена в трех лет, достаточно глубоко изучена. Я получила вашу информацию о том, что я читаю вас в работу и слушаю вас. Но в целом, она, конечно, актуальность, она остается и не будет. Спасибо. Много сказать вам, после ручки с вами ручки. Спасибо за пожелание. Еще, пожалуйста. Я тоже хотела бы дать свой отзыв этой работе. На самом деле, это очень хорошая работа. Большая работа, и он написан очень хорошим языком. Понятно, то есть все задачи, которые были поставлены, в общем-то, решены на этой задачи, то есть это нужно отметить, решены хорошо. Правда, здесь очень большой объем в мистературу. Очень много зарублений, как современных источников. Много систематических обзоров. Тогда нужно дальше увеличить губуки вами, да, и полученные результаты по этот фактinated риск, которые мы можем действительно управлять, в дальнейшем использовать в этих алгоритмах, материалах, которые мы уже разрабатываем, обязательно нужно использовать. Потому что вы обнаружили, да, то есть характеристики родителей, характеристики детей и семей, там, да, вот фаскоферистом, обязательно должны использоваться в дальнейшем в этих алгоритмах и других материалов, которые внутри, сколько человек будет использовать, продавлены. Спасибо. Очень хорошая работа была. Спасибо. Спасибо за следующее. Ещё есть устроение? Да, вообще. Если нет, то не будет. Добрый день, уважаемые коллеги. Будьте уважаемые. Постыдайте, уважаемые члены институционного совета. Я, конечно, в качестве гостей тоже хотел бы выразить свое мнение по поводу диссерт подсудной работы. Конечно, на сегодняшний день в целом здравоохранения Тазахстана и всю свою главу государственную, согласно государственной программе Динсвобод, мы уже чётко знаем, что роль общественного здравоохранения в целом должна быть в личной звене. Это очень важно. Очень важно, потому что многие из нас убедили, что это стоящее институционное значение на сегодняшний день настолько эффективно, чем профилактика и правильная организация общественного здравоохранения. И в этой части, конечно, данная работа, актуальность в целом, цельного дачи не вызывает сомнений. Диссертанты и работы и выступления институционного здравоохранения показывают, что на сегодняшний день действительно актуальная проблема не только у нас в стране, но и в стране, но и в странах, но и в странах, но и в газах, которые мы будем опубликовать. И в наших отчётах Центра правоохранения в республике, мы видим, что последние 10 лет, это тенденция к стужению и уровню вакцинации. Есть ряд основных причин. Кресторинского здравоохранения в республике, мы не смучили немаловарный момент, и в основном, как мы обеспечили молодцы достояния, мне кажется, данной секцией работы является последним непосредственно над ними. Вы говорите, что проблемы существуют, мы увидели, Мы разработали уникальный многолетний, который решает и существующие проблемы, как мы выбрали. Наши рекомендации такие, что поменение требует дальнейшую широкую применение. Продолжение следует... 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 Два и два. Отдельный человек не мог. Кто за данный пункт? Против. Один раз в суде. Единогласная. Третий пункт. Ценность результаты ситуации. Какие предложения? Третий пункт. Ценность результаты ситуации высокая. Кто за данный пункт? За. Против. Один раз в суде. Единогласная. Чёрт такой. Вся система ситуации спанового инициирования. Не с этим работают. Ты и ты. Были так? Нет. Нет. Не с этим работают. Ты и ты. То есть не с этим работают. Кто за данный пункт? Против. Один раз в суде. 1. Пункт 5. Орден внедрения. 5.3, да? Масштабы. Кто за пункт? 5.3. Против. 1. Пункт 6. Декендасик по расширенному использованию. 6.1, да? 3. Пункт расширенному использованию. Кто за? Против нет? Возвращение нет. 1. Пункт расширенному использованию. Уважаемые члены, разрешите огласить поставление сегодняшнего свидания. Диспроцентная работа. Вместе с остальным аспектом совершенствования организации вакцины-профилактики на уровне первичной миссии олимпиарной помощи подготовлено в соответствии с правилами движения ученого степеней комитета по контролю сфере образования МОКИ МОНРК. На основании публичной защиты, научной дискуссии, результатов крайнего голосования, дистанционный совет по специальности 6.1.2.0 общественного управления при государстве МОКИ МОНРК, и ходатайся перед комитетом по контролю сфере образования МОКИ МОНРК, об обсуждении, припустимой оседленной опасными степенем доктора Восхода Переждений. Уважаемые члены, есть ли замечания и предложения по проведению данного свидания? Совершенно. Тогда всем обману спасибо за активное участие в обсуждении, за пожелания, пока не давно работает. На этом свидание считаю. Спасибо. Всем еще раз, я вам спасибо за активное участие. Продолжение следует...